Добрый вечер! С вами снова программа «Итоги недели» – самые основные заметные люди явления этих семи дней. Все самое важное, что происходит в республике касательно политики, экономики, культуры и не только. Обо всем этом мы расскажем подробно далее, но вначале коротко о главном. Настоящие вредители – саранча уничтожает посевы в регионах. Дружбу вопреки всему Казахстан и Россия наводят новые мосты. Свет в конце туннеля, коллапс в энергетике создает проблемы жителям. Все это будет далее, но в начале столичная рубрика. Подведем итоги недели. За что президент раскритиковал Акима Астаны? Насколько подражают тарифы для населения? И что угрожает Центральной Азии? Теперь обо всем по порядку. 11 июля. Президент страны дал годичный срок Акиму столицы на улучшение ситуации в Астане. На заседании столицы Токаев раскритиковал план развития города. По словам президента, сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году, сказал президент. Президент также раскритиковал благоустройство новых районов Астаны, указав на отсутствие уличного освещения, тротуаров и общественных пространств. По его словам, строящиеся объекты не гармонируют друг с другом. Нет единого стиля, присутствует эклектика. Президент добавил, что Астану заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых не выдерживает никакой критики. Вы посмотрите, как застраивается аллея Манжелда, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы, заявил глава государства. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой, заявил Токаев. Дженкс Махмудула, в начале года вам было дано помчение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще в стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, Теплотранзит – агроном, Горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие, и они налицо. По словам президента, нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При этом важно учитывать суровый климат столицы, задействовать потенциал научного сообщества и лучший мировой опыт. Глава государства отметил, что озеленение города должно проводиться в соответствии с темпами строительства. Здесь надо активнее вовлекать самих застройщиков, полагает президент. К примеру, в Хельсинки застройщиков обязывают озеленять прилегающие территории сразу после строительства. Вот этот опыт нам нужно использовать. Тухаев также раскритиковал Министерство экологии. Поскольку население столицы продолжает расти, и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие два года, сказал он. Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии, заявил президент. Вообще сотрудники Акимата, особенно руководство, этим летом не должно уходить в отпуск. Задача ставится, если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, ну это считайте, что саботаж. Работы много, день и ночь надо работать. Кроме того, по мнению Тухаева, водохранилище сильно загрязнено. И это происходит на глазах у профильного министерства. Это очень опасно, сказал Тухаев. Сейчас сбросы в реку Есель с очистных сооружений загрязняют единственную водную артерию города. Очень опасно, недопустимо просто. Глава государства заявил о необходимости обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития. Вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погони за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе, заявил Тухаев. Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющие некомпетентности, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. А скорее всего, все вместе. 12 июля. Для казахстанцев средний чек по всем комуслугам увеличится на 3-4 тысячи. Программа предусматривает привлечение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества, увеличение уровня зарплат работников в сфере естественных монополий. Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру. В Казахстане уже действовала программа «Тариф в обмен на инвестиции». Она предполагала модернизацию ТЭЦ и коммунальных сетей. Однако большинство объектов так и остались изношенными. Сумеют ли монополисты по-хозяйски распорядиться деньгами потребителей? До сих пор именно эта часть, скажем так, скрытая от глаз общественности, вызывала наибольшее сопротивление росту тарифов. Какие деньги монополисты получили от инвестиционной составляющей тарифа и куда эти деньги были направлены, неизвестно. Удражание коммунальных услуг сегодня является главным источником беспокойства казахстанцев. И одним из основных мультипликаторов роста цен. Именно эта проблема беспокоит население страны больше всего. Ведь за наш счет монополист пытается провести модернизацию. Как признались чиновники, из денег налогоплательщиков монополисты получают миллиарды. Кроме того, они просят деньги у потребителей. В первые два года это более так агрессивно, а позже уже меньше. Цифры можете примерные хотя бы назвать? Ну, если в этом году рост доходит до 30, в некоторых случаях можете выше процентов, то в следующем году примерно на такой же рост 10-30 процентов. В последующем мы ожидаем меньше рост, где-то 7, 8, 15 и так далее. По информации Казпотребнадзора, средства от повышения тарифов идут в карман собственников энергокомпании, а не на обновление мощностей. Оказывается, выплаты на модернизацию в 80 раз меньше, чем на выплаты дивидендов акценера. Но, как обычно, население заплатит за все. Очевидно, именно такой расчет Кабмина. Обновление возможно только за счет повышения тарифов. Стандартную двухкомнатную квартиру 50-60 квадратных метров, то, например, за тепло будут платить примерно на 1600 тенге больше в месяц, это в зимний период. За электричество примерно на 660 тенге, водоснабжение 200-250 тенге, канализацию тоже 200 тенге. То есть в среднем квитанция увеличится для двухкомнатной квартиры на 3-4 тысячи тенге, 3-4 тысячи. Добавим, что с 2009 по 2015 годы в Казахстане уже действовала программа тариф в обмен на инвестиции. На протяжении шести лет тариф был увеличен в два раза. Было инвестировано свыше триллиона тенге средств потребителей, а энергопроизводящие организации были освобождены от инвестобязательств. При этом износ генерирующих мощностей остался на высоком уровне. Данная программа не оправдала запланированных ожиданий, полагают депутаты. До сих пор непонятно, куда и кем были потрачены указанные финансовые средства. 13 июля три проблемы для Центральной Азии назвал глава МИД Казахстана. О них Мурат Нортлю рассказал в Астане на Центрально-Азиатском форуме по безопасности. Как отметил в своем выступлении чиновник, речь идет о таких вопросах, как вода, окружающая среда, пограничные споры, а также ситуация в Афганистане. По словам экспертов, такие факторы, как применение силы, территориальная целостность и безопасность границ были важны в традиционном понимании безопасности современного периода. Важность таких факторов была вновь признана во время русско-украинского военного конфликта. А когда власть захватили талибы в Афганистане, ситуация с безопасностью в Центральной Азии стала еще более серьезной. И это еще не все. В условиях роста населения и нехватки водных ресурсов их справедливое и рациональное распределение стало вопросом первостепенной важности. По этой причине Казахстан предлагает создать региональный водно-энергетический консорциум. Недавно случился конфликт талибов с Ираном из-за воды. Где гарантия, что такой же конфликт не может случиться, например, по Амударье с Таджикистаном? А Амударья, хотя она не протекает через Казахстан, но это же Аральское море. Но реагировать на внутренние события гораздо сложнее, полагают эксперты. Мирными средствами бывает трудно остановить развитие событий, а силовые средства обостряют противоречия, приводя к серьезным негативным последствиям. Даже силы правопорядка могут быть поколеблены и разделены, что ярко проявилось в январских беспорядках в Казахстане. Учитывая, что внутренние факторы являются ключевыми рисками, важен вопрос, откуда они берутся? Беспорядочная борьба за власть, политические разногласия в обществе, посягательство экстремистских религиозных сил, религиозная рознь, этнические противоречия и так далее. Все эти факторы могут быть причиной, но есть и внешние факторы. Насколько известно, Северная Корея от Японии находится в тысячах километрах, а Казахстан намного больше, это хорошие новости для вас. И также Китай старается инвестировать в вашу страну в Турееме, как и другие страны Восточной Азии, он пытается захватить. Японское государство в этом ключе решил увеличить оборонный бюджет на 60%, потому что очень много. Однако наиболее распространенной причиной является народное недовольство, которое в свою очередь связано с бедностью, безработицей, неравенцем, коррупцией, кумовством и социальной несправедливостью, полагают эксперты. Это общие проблемы во всех странах Центральной Азии. Некоторые страны региона по-прежнему отстают в экономическом отношении, их население считается бедным. По данным Всемирного банка, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан это страны с низким и средним уровнем доходов, в которых проживает большое количество бедняков. В этом смысле эксперты предлагают Казахстану слезть с нефтяной иглы. Тем не менее, нельзя недооценивать все вот эти богатства, которые у вас есть. Возможно, нужно реконструировать нефтеперерабатывающие заводы, рефинансировать их и совмещать с новыми технологиями. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов. Главное за неделю. Известные геополитические события вокруг России и касательно Украины, конечно же, явились причиной наложения нового витка санкций. Но, несмотря на это, Россия продолжает экономические отношения, в том числе и с нашим Казахстаном. На неделе в российском Екатеринбурге Казахстан и Россия наводили новые мосты – экономические. Например, Генконсульство Казахстана открылось в городе Екатеринбург, и оно даст дополнительный стимул и толчок к развитию казахстанско-российских отношений. В этом уверены дипломаты и в торжественном открытии Генконсульства принял участие наш премьер Алихан Смаилов. Премьер также будет участвовать, вернее, участвовал уже на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в этом же городе. Тут собираются представители промышленных предприятий со всего мира. В сентябре «Иннопром», например, пройдет уже в Астане. Хотя события традиционны, я имею в виду выставку, на которой собираются производители и представители многих предприятий со всего мира, но все же это имеет важное значение прежде всего для экономических отношений в пределах ЕАЭС тоже. Давайте посмотрим сюжет и узнаем, как открывалось консульство и какие новые договоренности появились во время визита Смаилова. «Иннопром доказывает свою эффективность», – сказал Смаилов. Ежегодно предприятие проявляет заинтересованность в выставке, и, как не раз и отмечал президент, Россия является стратегическим и торгово-экономическим партнером с высоким уровнем взаимных инвестиций. Хочу особо отметить хорошую динамику казахстанско-российского сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности. С 2019 года мы реализуем программу совместных действий производственной кооперации. На прошлогодней выставке Казахстан выступил страной-партнером. На сегодня пул совместных проектов расширен до 125 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Из них мы уже реализовали 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Можно отметить такие крупные проекты, как производство шин «Статнефтью», магистральных тепловозов и электровозов «Трансмашхолдинга», кабельно-проводниковые продукции «Севраскабель» и многие-многие другие. На стадии реализации еще 40 совместных проектов почти на 17 миллиардов долларов, на стадии проработки 55 проектов на сумму около 14 миллиардов. Казахстан представил на выставке 250 компаний и около 1000 делегатов приехали сюда. Это еще раз подтверждает готовность казахстанского бизнеса к реализации новых совместных инициатив. Также принимают участие заместители Акимов всех наших 20 регионов Казахстана. Страной-партнером нынешнего Иннопрома выступает Республика Беларусь. В настоящее время промышленная кооперация Казахстана и Беларуси включает 11 инвестиционных проектов. Выставка посвящена металлообработке робототехники, цифровому производству, энергетике, машиностроению и так далее. В целом, как подчеркнул премьер, учитывая растущую активность бизнеса, текущий портфель совместных проектов можно и нужно расширять. Для этого есть все необходимые возможности созданы. С уверенностью хочу отметить, что Иннопром стал уже традиционным мероприятием для укрепления промышленной кооперации наших стран и началом реализации новых совместных инициатив. Всем участникам сегодняшней выставки желаю успехов и плодотворной работы. Спасибо за внимание. Что касается кооперации в экономике объединений, то создание общих рынков энергоресурсов – приоритетная задача Евразийского Союза. Стало известно, что Совет Евразийской экономической комиссии уже определил оператора, проводящего централизованную торговлю электроэнергии, на сутки вперед на общем энергетическом рынке Союза. Он организует аукцион, который определит равновесную цену и объем энергии для всех. Ожидается, что общий рынок электроэнергии ЕС заработает с 1 января 2025 года. Планируется, что на общем электроэнергетическом рынке Союза страны пятерки создадут условия для участия в трансграничной торговле всех своих оптовиков. Добровольность, конкуренция и прозрачное ценообразование – это основные принципы, которые закладываются в правовую базу функционирования рынка. На открытии Генконсульства в Екатеринбурге премьер отметил, что еще 10 лет назад именно в этом городе был подписан договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Генеральное консульство призвано расширить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество регионов и предприятий Казахстана с регионами Российской Федерации. Также повысить доступность соответствующих консульских услуг. Сфера деятельности нового дипломатического объекта охватит всю территорию Уральского федерального округа. Гульнара Умарова, Ахмедьяр Ильясов, ТДК-42. Сельхоз работы, как и лето, в самом разгаре. Фермеры заняты во всю аграрии и тоже урожаем будущим. Но зачастую этому мешает не только отсутствие некоторых субсидий, о которых мы уже не раз рассказывали, но и вредители. Например, такие вредители, как саранча. Ее нашествие каждый год переживают сельхозтоваропроизводители. Пытаются бороться с ней при помощи химикатов, обращаются в Минсельхоз за помощью. Но и в этом году ее не удалось избежать. Например, агрария Актюбинской области в Стревоженное полчища саранчевых заполонили сотни тысяч гектаров площадей. С нашествием насекомых борются сразу в нескольких районах. А мероприятия по обработке сельхозугодия на контроле у Минсельхоза. В Кустанайской области тоже переживают нашествие саранчи, хотя местные власти говорят, что делают все, что могут. Но все же фермеры могут не досчитаться и не дождаться своего урожая. По итогам обследования территорий двух районов продвижение насекомых зафиксировано в общей сложности на 16 тысяч гектар пастбищных угодий. И на сегодняшний день на территории Кустанайской области обработано 356 тысяч гектар из 397. В целом посевные площади в регионе составляют 4,6 миллиона гектара, из которых только 500 гектара пострадали. Ну а в борьбе с вредителями задействована 31 единица спецтехники. Ну и вернемся в Активинскую область. Как переживает она нашествие саранчи, которое, как мы видим по этому видео, огромное просто нашествие. Как намерены с ней бороться местные власти и фермеры, мы расскажем в материале наших активинских сапкоров. Стадная саранча атаковала поля Актюбинских агрария в шести районах. На этих кадрах видно всю серьезность ситуации. Полчища крылатых вредителей мигрировали из соседней Кустанайской области. Итальянский прусс и азиатская саранча хозяйничают на территории в 700 тысяч гектаров. Но чиновники сохраняют спокойствие и уверяют, что большую часть площадей они уже обработали пестицидами. Угроз на посевы на сегодняшний день нет. Обследование на постоянной основе проводят мониторинг закрепленной местности, в том числе и в посевах. Химическая обработка находится под строгим контролем. Програничные области залет саранча не зафиксированы. Химическая обработка посевов пока что единственный способ борьбы с саранчой. В целом по стране на защиту полутора миллиона гектаров площадей потратят почти 4 миллиарда тенге. Такое массовое нашествие саранчи в регионе наблюдалось лет 9 назад. Это связывает с природными явлениями. При этом угрозы сельхозугодиям нет, отмечают специалисты. Сейчас работы по обработке посевов продолжаются в Иргийском, Шалкарском, Храмтауском и Айтикибийском районах. Лейла Уэсова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. Лето наступило, отпуски тоже. До этого я говорила, что депутаты Межлисы и Сената парламента отправились в поездки по регионам. Не стало исключением и Западно-Казахстанской области. Сюда прибыл один из министров. Министр цифровизации аэрокосмической промышленности Багдад Мусин прибыл в Уральск, чтобы ознакомиться с работой центров обслуживания населения, ну и заодно открыть новый объект. Глава ведомства ознакомился с работой нового IT-хаба, на котором молодые инженеры и программисты, представители разных организаций представили ему инновационные проекты. Ну и побывал он, естественно, и в ЦОНах тоже. Самое главное, как сказал Багдад Мусин, что цифровизация развивается, но при этом, конечно же, нужно и поддерживать и молодые таланты. Он имел в виду молодых IT-специалистов, которые развивают цифровизацию во всех сферах. О том, зачем нужен новый IT-хаб, как открывался он в Уральске. И что сказал Мусин по поводу развития цифровизации в Западно-Казахстанской области, расскажут наши уральские корреспонденты. На торжественном открытии Центра министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин отметил, что такие центры очень важны для молодежи. Согласно концепции молодежной политики, цифровой грамотности планируется обучить полтора миллиона молодых людей в регионах. Министр пожелал молодежи удачи и выразил уверенность, что Центр и IT-хаб раскроют новые таланты. Робототехника – это базовое направление, которое помогает человеку определиться, что он предрасположен и он в принципе сможет. Потому что здесь же, по сути, что робот делает? Робот какую-то функцию выполняет, но им нужно задание, они инженерную мысль свою воплощают. А вот это появление инженерной мысли, его надо развивать. Если у него здесь инженерная мысль развивается правильно, и он понимает, как ее имплементировать, как ее создать, как ее сделать, как ее реализовать, то он ей завтра и умный тракторат сможет делать, и, грубо говоря, умные машины и так далее. В хабе молодые люди создают свои стартапы и запускают интересные и полезные проекты. Основная цель – поддержка молодежи региона в реализации IT-проектов. В этом году планируется реализовать порядка 150 проектов. Идея нашего проекта состоит в том, что мы сделали костюм, который может вырабатывать энергию от движения человека. Он состоит из двух волокон под названием «Тэнк» и «Эсси». И, по сути говоря, это некие прообразы пьезоэлементов в виде ткани. Что представляет собой игра роботов? Здесь робот автономно выполняет миссии и занимает баллы. С помощью этих баллов начисляются очки, и робот в течение двух с половиной минут получает эти очки. И у кого больше всего в трех играх очков, тот выигрывает. Со слов директора IT-хаба, нужные средства на запуск проектов будут выделяться от государства. Наш хаб рассчитан на 100 человек. Стоит отметить, что детей обучают здесь абсолютно бесплатно. Это, несомненно, поможет раскрыть новые таланты. Кроме того, здесь есть технологические и предпринимательские программы. Также проводятся различные офлайн и онлайн-встречи. Тренинги, на которых успешные IT-предприниматели делятся советами с молодым поколением. И дают полезные советы в сфере IT, продаж, стратегии и маркетинга. Данна Керимбаева, Виктор Прудков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Ну, Западная Казахстанская область не ограничилась одним высоким гостем. Как я уже говорила, депутаты Мажелиса и сенаторы разъезжают по региону. Вот и в Уральск тоже прибыл один из депутатов. Депутат Мажелиса от фракции Акжол Ерлан Барлабаев прибыл в Западную Казахстанскую область и успел посетить сразу несколько объектов всего за два дня. Тут он встретился с представителями коммунальных служб, экологами Западной Казахстанской области. И, например, в поселке Желаево прошла церемония открытия монумента в честь погибших героев Великой Отечественной войны. Памятник возвели на собственные средства депутат городского маслехата от партии Акжол и местный предприниматель. Ну и, наконец, с коллективом ДЧС области он тоже встретился. Напомним, сейчас идет тушение пожаров в регионе, горят леса и степи. Какие еще пункты посетил депутат Барлабаев? Насколько это на самом деле важно? И что говорили на встрече с депутатом местные жители, расскажем далее. Депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Ерлан Барлабаев прибыл в Уральск. Вместе с председателем Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол Сериком Меркалиевым народный избранник посетил несколько объектов. В том числе областной департамент по чрезвычайным ситуациям и городская пожарная часть номер 5. Депутату подробно рассказали о проводимой работе по организации противопожарной безопасности в лесных массивах, населенных пунктах и степных зонах области. Сами знаете, недавно была очень сложная ситуация в Абайской области. В рамках поездки по регионам буквально недавно мы посещали департамент ЧАЭС по городу Алматы. Сегодня в Уральск приехали, посмотрели реальную картину, ситуацию, выслушали как трудности, которыми сталкивается коллектив, так и с предложениями. Слава Богу, что обрадовало. Хороший, слаженный коллектив. Техника обновляется, но, конечно, есть вопросы по материалистическому обеспечению и по заработной плате работников. В ходе встречи народный избранник ознакомился с работой личного состава ДЧС. Участники встречи подняли ряд проблемных вопросов, касающихся прежде всего материального обеспечения. Прежде всего они связаны с недостаточным финансированием. В ходе встречи Серег Мергалиев отметил, что профессия пожарных, смелых, ответственных и волевых людей, которые отличаются своей решительностью и твердым характером. Для тех, кто воспитывает в себе физическую силу, силу воли и способность прийти на помощь в любой, даже самой критичной ситуации. Поэтому необходимо повысить статус пожарных и создать все условия. Хороший в этой кране и все самые прогрессивные методы тушения пожара, вот именно там, на двух языках, сделать, мне кажется, это было бы намного интересно. То есть, вот как было и куда мы должны стремиться. Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе бушуют лесные пожары. В пяти районах зарегистрированы случаи пожаров. В западно-казахстанском области накопился ряд проблем, касающихся экологии. Главные два из них, на которые депутат Машулиса Ерлан Барлабаев обратил внимание, это полигон, который заполнен на 95% и обмеление реки Урал. Конечно, исполнительные органы знают о всех этих проблемах, которые будут решаться в ближайшее время. Также моя обязанность, как депутата, это донести все волнующие вопросы населения правительству. Должны найтись нужные решения. Это очень важное событие. И меня радует, что именно члены нашей партии АКЖУ были основателями и были спонсорами вот такого мероприятия. Наверное, нет семьи в Казахстане, у кого бы не были участников Великой Отечественной войны, или тем более, что кто-то бы не погиб на этой священной войне. Благородное дело стало возможным благодаря спонсорской помощи депутата городского маслехата от партии АКЖУЛ Константина Свешникова и местного предпринимателя Руслана Холбаева. По их словам, открытие монумента – это выражение патриотических чувств, связывающих прошлое с настоящим. Яркое напоминание молодому поколению о героизме защитников нашей Родины. Администрация Жилаева обратилась с просьбой установить его. Мы с моим партнером Холбаевым Русланом поддержали эту идею и в кратчайшие сроки, скажем так, установили этот обелиск. Вообще, на текущий момент сложилась в мире такая ситуация, что итоги Второй мировой войны зачастую как-то занижают, стирают и искажают. Мы бы хотели, чтобы наши дети, наши потомки помнили подвиг наших дедов, прадедов. Администрации местного акимата и сельчане выразили большую благодарность всем, кто причастен к организации важного события. В Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны. В поселке Жилаева ветерану, к сожалению, не осталось. Но память об их подвигах навсегда останутся в наших сердцах. Темпы роста экономики показывают хорошие результаты. Я имею в виду экономики всего Казахстана. В то время рост составил целых 5%. Это за первое полугодие 5%. А инвестиции в основной капитал выросли в годовом выражении на 13%. Рост в реальном секторе составил 4,8%. В сфере услуг 4,9%. Приток инвестиций вырос в транспорте, складировании на 56,8%. Торговля на 32,2%. В сельском хозяйстве 22% с небольшим. Образование на 21,5%. А также в промышленности на 10,9%. В том числе в горнодобывающей промышленности на 11,4%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Абайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и в Шемкенте. Но обрабатывающая промышленность сохраняет при этом положительные темпы роста. Объем производства вырастет на 3,5%. Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Западно-Казахстанской области, Кустанайской, Вабайской, а также в городе Алматы. В сельском хозяйстве объем волового выпуска увеличился на 3,2%. Положительный рост при этом производства в отрасли зафиксирован во всех регионах. Тарифы на комуслуги ежегодно почти растут. Например, они уже выросли на значительные 4 тысячи тенге для населения. Ну и, например, электричество повысилось в цене на целых 24%. Конечно же, неутешительная новость для потребителей. Ну а для повышения инвест-привлекательности сектора генерации повышен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 миллиардов тенге до 428 миллиардов. С июня текущего года уже скорректированы предельные тарифы на электроэнергию для 27 из 47 энергопроизводящих организаций. Средний рост тарифов по республике составит порядка 24%. Планируется увеличение предельного тарифа на рынке электрической мощности до 1,5 миллиона тенге за 1 мегаватт в месяц. Данная мера позволит обеспечить ежегодный приток инвестиций в размере 160 миллиардов в сектор генерации для обновления ремонтов действующих станций. Ну и кроме этого рассматривается возможность утверждения предельных тарифов на электроэнергию на долгосрочный период. Это с учетом ежегодной индексации на уровень инфляции. Между тем, министр национальной экономики Алибек Куантеров уже сообщил, что утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвест-программ с 1 июля. Но в результате изменение тарифов на ком-услуги является умеренным и в среднем составило от 10 до 30%. И говорят при этом, что это с учетом интереса предприятий и населения. Но баланс найти пока не удается. Одни недовольны, а другие говорят, что повышения тарифов недостаточно. Цены на продовольствие и услуги заметно растут. С каждым днем жалуются казахстанцы. Но при этом, по статданным, они потратили более 2 миллиардов тенге на продукты всего за полгода. Возможно, дело не только в цифрах, но и в том, что цены и впрямь выросли. Настолько, что сумма уже конечная тоже увеличилась. Например, объем розничной торговли составил 7,7 триллиона тенге. И это больше на почти 8%, чем за тот же период прошлого года. Доля продовольственных товаров в общем объеме продаж составила 29,3%. Ну а казахстанцы купили продуктов на 2,2 триллиона тенге. А непродовольственных 70,7% или 5,5 триллиона тенге. Объем реализации при этом продуктов уменьшился по сравнению с прошлым годом на 6,4%. Непродовольственных товаров увеличился на 16,8%. Ну и при этом больше всего продуктов было продано в Алматы, а самый низкий показатель – в Улутау и ЖТСУ. Между тем, цены на социально значимые продукты стали снижаться. Основная причина роста цен на социально значимые продукты, как известно, это импортозависимость. По целому ряду товарных позиций отсутствия необходимого объема овощих хранилищ. Например, в Уральске цены на продукты снизились из-за массового завода из Российской Федерации. До 80% продуктов на прилавках магазинов и на рынках российского производства. Ну и в продолжении темы экономики и финансов. В одном из регионов решили возвести здание, но почему-то тут возникли проблемы. Здание, между прочим, почти на 2 миллиарда тенге. Это здание находится в Атаровской области, но строительство остановилось, едва начавшись. Странная вот такая вот непонятная ситуация. Состройщики, между тем, связывают это с подорожанием стройматериалов. Но будут ли они просить теперь дополнительные деньги с казны? Или справятся сами? Об этом и не только мы рассказывали на неделе, вернее, наши Атаровские субкоры. Но проблема строительства нами поднималась не раз. Это были и дольщики, и недобросовестные предприниматели тоже из сферы строительства. И не только. Но почему же Атаровское здание почти на 2 миллиарда вдруг остановилось? Что произошло на самом деле? И будут ли им помогать? Расскажем далее. Строительство административного объекта началось летом прошлого года. Подрядная компания «Запад-Альянстрой» не смогла завершить работу вовремя. На строительство из казны было выделено 1 миллиард 800 миллионов тенге, из которых на сегодняшний день освоено 480 миллионов. Работы сейчас полностью приостановлены. В Акимате говорят, что причиной этому является нехватка финансов. Стройка началась. Первое время даже шла ускоренными темпами. Но весной текущего года подрядная компания «Запад-Альянсстрой» прекратила работу, хотя для строительства объекта выделено почти 2 миллиарда тенге. Согласно проверке, выяснилось, что начальные строительно-монтажные работы здесь велись согласно требованиям законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Поэтому договор с подрядчиком не расторгли. Сегодня строительные работы фактически приостановлены, потому что здесь ведется перерасчет строительных работ. В связи с удорожанием известных вам строительных материалов в проекте ведется перерасчет. После проверки строительные работы будут возобновлены. В области по сравнению с прошлым годом строительные материалы подорожали на 50%. Большинство товаров ввозится в регион из Мангисталской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Некоторые стройматериалы поставляются из соседнего государства. Акима сейчас подсчитывает, сколько еще средств нужно объекту для продолжения строительства. Подрядная компания заверила, что как только деньги будут выделены, работы возобновятся. Айдана Каримова, Айбек Байзак, Александр Грабарев, телеканал ДДК-42, АТРАУ. Трудно представить современную жизнь без электричества. Ведь на нем держится все, как известно, и современные технологии, компьютеры. Вся работа остановится, не будь нас света. Электричество ладно, но ведь все системы изношены, как известно, коммунальное хозяйство, которое является советским наследием и сношено более чем на 80%. В этом и заключается проблема. Особенно это заметно, когда происходят различные ЧП. На неделе, например, порывистый ветер и жаркая погода стали причиной отключения электричества сразу в нескольких районах Уральска. Тогда без света остались 1800 абонентов. Аварийное отключение света привело к большим убыткам горожан. Возмущенные жители обратились в редакцию нашего телеканала за помощью. Энергетический коллапс уже случался не раз и в самых разных регионах. Как и с теплоснабжением вспомним, например, Экибастуз и Рудный. Намерены ли привести наши ЖКХ в порядок? И кто в ответе за сгоревшую технику жителей, расскажем далее. Столбик термометра практически не опускается ниже 30 градусов. В регионе аномальная жара достигала своего максимума – 46 градусов. Из-за жары в районе мясокомбината произошло возгорание трансформаторной станции. Светофоры выходят из строя, создавая аварийные ситуации на дорогах. К жаркой погоде добавился и сильный порывистый ветер, который повалил деревья. В некоторых районах города произошло замыкание линии электропередач. Отключилось электроснабжение. В результате по городу произошло частичное отключение жилых домов. Всего без света на данный момент остаются около 1800 частных домов. Это частично второй рабочий поселок. Силами запка с рэпом на сегодняшний день производится частичное подключение. Горожане сидят без света сутки, кто-то и больше. По словам жительницы города Клара Осипчук, проживающей на улице Жунисова, в результате отключения света разморозились холодильники, портятся продукты, что приносит немалый убыток, включая и моральный ущерб. Ведь нет никакой реакции со стороны аварийных служб. Второй день наш район, Жунисово вся, сидит без света. Такую жару. Это случается регулярно. Ураганов у нас в городе не было. Светофоры не работают. Проблема в том, что у многих маленькие дети. И вот как себя вести в такой ситуации. Мы неоднократно обращались. И вчера несколько раз звонили. Со всего района звонили все соседи. И дочь у меня звонила. И сегодня утро. Они обманывают. Говорят, что работы ведутся. По словам специалистов, на данный момент ведется усиленная работа. 14 бригад в количестве 52 человек продолжают работу по восстановлению электричества. Все потекло, все пропало. Как быть дальше? И сегодня в Акимате сказали, напишите письмо на имя Акима. У нас нет таких денег. Мы не получаем по 500 тысяч. Понимаете? Нет у нас такой зарплаты. Люди приготовили ягоду, собрали ягоду, заморозили. Жители города, проживающие на улице Локомотивная, остались без света 10 июля. Проблема с электроснабжением обострилась настолько, что у лежачих больных поднималось артериальное давление, так как кондиционеры перестали работать. Неоднократно приезжала скорая помощь. Испортились практически все продукты в холодильниках. Нам обещали дать до вечера, нам обещали дать до 11 часов вечера. В 11 не дали. Сказали, утром дадут, утром не дали. Сейчас я ездила в Акимат. В Акимат повезла протухшие продукты, пропавшие, прокисшие продукты, которые собрала у себя в холодильнике. То есть Акимат сказали, ждите, мы сделаем. Так тоже нельзя. Отключили воду дополнительно. У меня маленький ребенок. Вчера не могла уложить его спать. И ходила здесь вечером под фонарями, под уличными фонарями, укладывала его спать. Данная проблема со светом коснулась и местных предпринимателей. В связи с жаркой погодой часть продуктов, хранящихся в холодильниках магазина, быстро испортились. Хозяйки сказали, вроде бы дадут, а света так и нет. У нас мороженое. Только вчера получили мороженое на 40 тысяч. Все мороженое пропало. Большое количество пельменей, все колбасы. И все, считай, вся продукция, тысяч на 100, наверное, где-то. Вот это, считай, все. Весь холодильник, все потек, считай. Большой, короче, убыток хозяйка потерпела. Как стало известно, данные абоненты относятся не к городской РЭК, а к железнодорожной. По словам специалистов, более 600 абонентов остались без электроснабжения из-за повреждения кабеля. Восстановительные работы продолжаются. На данный момент свет есть по временной схеме, благодаря помощи городского РЭК. Авария у нас по вине Жайяк-Жарова. При работе, земляных работах, при проложении трассы, они нам повредили кабель. Но, может, и не их вина, но это было согласовано с нами. Вовремя не усмотрели они сами Жайяк-Жарова и повредили кабель. Повредили кабель. Без электроснабжения осталось две подстанции. Приносим, конечно, извинения жителям нашего города, этого участка. РЭС Уральск занимается электроснабжением только объектов железнодорожного транспорта. Население не должно к ним относиться. В Акиматгорода были обращения о передаче более 3000 абонентов на баланс ЖКХ или ЗАПК-АЗРЭК. На данный момент идет рассмотрение в техотделе. Но не только в продолжение темы, конечно же, говорим, что тепло и энергосети изношены. Но и воды зачастую такого необходимого источника для жизни не хватает. Проблема обеспеченности питьевой водой пресной поднималась не раз на самых разных уровнях. В Акиматах, Маслехатах, в Мажелисе и в правительстве обсуждалась тоже. Но сельчане до сих пор мучаются от того, что у них нет нормальной водной системы тоже. По словам, например, жителей села Пойма, подрядная организация затянула сроки строительных работ и водопровода. Ситуацию уже тут, конечно же, прокомментировал заместитель Акиматериктинского района, который встречался с возмущенными людьми. Но ускорит ли диалог властей с местными жителями, появится ли от этого чистая вода и почему проблема не решалась годами ранее? Об этом и не только наши уральские корреспонденты рассказали и показали. В 2021 году был разыгран тендер в селе Пойма Териктинского района по программе «Акулах» по строительству водопровода. На данный момент подрядчик опаздывает со сроками, ведь сдать работу должны были в 2022 году. Сельчан данная ситуация не устраивает. У сельчан, у которых нет дома колодца, вынуждены набирать воду вот таким вот старым дедовским способом. Для молодого поколения это несложно, но вот для старшего поколения немного тяжеловато. Жители села обеспокоены, что отсутствие воды может отразиться и на новой строящейся школе. И просят соответствующие органы решить проблему. Нарыли вот такие вот котлованы и никаких сдвигов нет. По словам Акима, до 20-го числа должны были закончить работу, сдать. Рабочие уехали, так как им не платят зарплату. Материалов нет закрыть. Здесь ходят дети, здесь ходят скотины, могут в любой момент упасть. Будет ли вода, не будет ли вода. Это велами на воде еще писано. И никак не проведут нам воду. Вот это проблема. В 21 веке, живя возле города, нет воды у нас. На встречу с сельчанами приехал заместитель Акима Теректинского района. В беседе о Мангельде Тугузбаев отметил, что на подрядную организацию заказчик, а именно районный отдел строительства, в соответствии с законом о госзакупках, подавал суд, как на недобросовестного подрядчика. Но суд отказал. Отметим, договорная сумма строительных работ составляет 550 миллионов тенге. Средства были выделены из республиканского и областного бюджета. Работы практически все выполнены. Осталась только наладка оборудования. Оборудование все поставлено уже. И очистные сооружения, и насосная станция. Все смонтировано. Все стоит на месте. Но остались только пусконаладочные работы. Подрядчик обещает до 15 августа все работы завершить. В ходе бурного обсуждения сельчане задавали и другие немаловажные вопросы. Такие, как отсутствие пастбищ, критический износ линий электропередач. По словам Амангельдетту Гузбаева, износ электролинии на территории Теректинского района составляет 75-85%. Очень больная проблема. Да, все вы знаете, что все это время оно было в частных руках. Полтора года назад передано в ведение Акимата. Сейчас Акиматом Западно-Хазанской области принята программа по реконструкции сетей, по обновлению сетей. Будем надеяться, что все-таки в ближайшее время ситуация изменится. Касательно питьевой воды остается ждать, выполнит ли подрядчик обещанное. И уже в августе более 200 семей будут радоваться живительной влаге. Альбина Каленова, Нурлан Кунашев, Аймураджа Гопар, ТДК-42. Теневая экономика наносит миллиарды тенге и даже долларов ущерба. Об этом регулярно говорят те, кто борется с теневой экономикой. Но пока результаты, к сожалению, не всегда успешные. Речь идет не только о теневом обороте нефтепродуктов, бизнеса, но и о обычных продуктах, привычных, таких как, например, рыба. Для борьбы с теневым оборотом рыбы, например, уже разрабатывается информационная система прослеживаемости рыбной продукции. Об этом на неделе сообщили в Комитете рыбного хозяйства, племен экологии и природных ресурсов. Планируется систематизация всей рыбы от начала вылова или завоза из-за рубежа до конечного потребителя. Рассказали на этом брифинге о том, куда девается рыба, конфискованная у браконьеров. О том, как развивается рыбное хозяйство, что ему мешает и почему так много рыбы идет на экспорт, особенно в теневом обороте, мы узнаем далее. В результате масштабной акции «Бекере-2023» выявлено 972 факта нарушения природоохранного законодательства. Возбуждено 36 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. Наложено штрафов на сумму 15,7 миллиона тенге. И вот куда девается конфискованная рыба. После того, как ее изымут у браконьеров, ее отправляют в специальные организации до решения суда. После решения суда к работе приступают судоисполнители, которые производят изъятие в пользу государства. В соответствии с их законодательством идет уже изъятие в доход государства. Это либо путем продажи данной рыбы, либо путем уничтожения, либо путем, там, несколько способов, это уже в юридикции судоисполнителей. Зачастую, ну, бывает, что если рыба, скажем так, еще год на купотребление, то ее, скажем так, реализуют, и все денежные средства поступившие поступают в доход государства. Если же рыба уже, так как она считается скоропорченным продуктом, если она негадна к употреблению, то, конечно же, она уничтожается. Но чтобы борьба с теневым оборотом рыбы была более эффективной, разработали информационную систему прослеживаемости рыбной продукции. От вылова до продажи потребителю. На сегодняшний день соответствующий поставщик интернет-компании AirVep уже разработал эту систему. Сейчас эта система проходит апробацию в Акционерном обществе национальной информационной технологии. Идет соответствующие тестовые, скажем так, работы. И к концу этого года в целом по дорожной карте у нас в первом квартале 2024 года планируется ввести эту информационную систему в промышленную эксплуатацию. Активное участие в пресечении теневого оборота принимают и полицейские совместно с комитетом. Помогает им в этом традиционная рыбоохранная акция. В рамках рыбоохранной акции «Бекре» в этом году в Атравской области был привлечен к уголовной ответственности предприниматель. Непосредственно это владелец ресторана, в котором незаконно подавали добытую рыбу осетровых пород. К слову, на укрепление материально-технического оснащения инспекции рыбного хозяйства в 2023 году выделено около 2 миллиардов тенге. В прошлом году приобрели 12 единиц автотранспорта, 6 плавательных средств, 60 планшетов, 40 термопринтеров для проведения рейдов в полевых условиях. Также Минэкология и природных ресурсов проводят процедуру закупа дронов и приборов ночного видения. Гульнара Умарова, Ахмедьяр Ильясов, ТДК-42. Таким выдался короткий выпуск итогов недели. Все, что не вошло в него, есть на сайте tdk42.kz и в наших социальных сетях. Но не торопитесь переключаться, впереди криминальная хроника, о преступной мере расскажет Сергей Уланов. Здравствуйте. Прямо сейчас коротко об основных криминальных новостях и других чрезвычайных происшествиях за уходящую неделю. Глава дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составила 70 миллионов тенге. По данным следствия, в период с 2020 по 2023 годы хищение совершалось путем завышения командировочных расходов, выделенных на учебно-тренировочные сборы и соревнования как зарубежные, так и внутри республики. Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству учреждения. К слову, АФМ ранее сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года общий ущерб по 21 делу, связанных с хищением государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта, составил почти 270 миллионов тенге. Вместе с тем, установлен факт получения взятки руководителям КГУ в размере 4 миллионов тенге от тренера за положительное решение вопроса финансирования учебно-тренировочных сборов. В отношении руководителя КГУ санкционировано меропресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование. 8 тонн наркотиков изъяты из незаконного оборота с начала текущего года в Казахстане. Как сообщило МВД на брифинге в столице, ликвидировано 24 нарколаборатории, пресечена деятельность 4 организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечены 4 лидера и более 30 участников ОПГ. Около 40% рынка наркотиков в Казахстане захватили психоактивные вещества, убивающие человека за 2-3 года. Соль, кристаллы и скорость уже завоевали популярность среди казахстанской молодежи. За последние 3 года объем, изымаемый из оборота синтетики, вырос в 10 раз. Она практически беспрепятственно продается через соцсети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Вычислить администраторов сайтов, где продают наркотики, не так просто, поскольку доменная зона находится за пределами Казахстана, а сбыт осуществляется на территории республики. По информации Республиканского научно-практического центра психического здоровья, в стране на учете состоит чуть более 26 тысяч человек с наркозависимостью. Но по оценкам СПИД-центра, количество лиц, употребляющих инъекционные наркотики, может быть как минимум в 4 раза выше. Всего за истекший период 23-го года выявлено более 1300 преступлений в связи с незаконным оборотом наркотиков, пресечено 765 фактов сбыта, из незаконного оборота изъято 8 тонн наркотиков, в том числе 168 килограмм синтетических видов, ликвидировано 24 нарколаборатории. Пресечена деятельность 4 организованных преступных групп, возбуждены 8 уголовных дел, в том числе 6 за организацию участия в организованной преступной группе и 2 за создание руководства транснациональной группы. В Западно-Казахстанской области на ранней стадии пресечена деятельность финансовой пирамиды. Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области. Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram. В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Житель Шимкента организовал незаконную игру в сети ТикТок. При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры Тринка Шамай является гражданин 1995 года рождения, который вёл стримы с четырёх аккаунтов. Мужчина оправдывался тем, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли. Он купил у незнакомых ему людей аккаунты и банковскую карту, куда и поступали деньги. В ходе досмотра в качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, карточные автоматы, игральные карты, список имён игроков. В ходе анализа банковского приложения, установленного на мобильный телефон, было выявлено, что общий оборот денежных средств за последний месяц составил 15 миллионов тенге. Другие обстоятельства выясняются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса и на информацию распространению не подлежит. В Уральске на мосту насмерть сбили коммунальщика. Трагедия произошла 12 июля примерно в 10 часов на путепроводе в районе завода Омега. По предварительной информации, автомобиль сбил сотрудника коммунальной службы. От полученных травм мужчина скончался на месте. По информации пресс-службы управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, приехавшие медики лишь констатировали смерть 64-летнего мужчины. В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначенной соответствующей экспертизой. Выяснилось, что это является сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия. Авария со смертельным исходом произошла на трассе в Актюбинской области. На 20-м километре автодороги Актюбе-Оренбург лоб в лоб столкнулись две легковушки ВАЗ-2111 и ВАЗ-2115. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте. Трех пассажиров доставили в больницу. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уважаемые телезрители, на этом криминальная хроника подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова